Пушистые, не очень, красочные, яркие, выполнены из самых разных материалов. Именно такие они творческие работы участников ежегодного проекта «Сохрани зеленую ель». Вопросы экологии в мире сейчас стоят как никогда остро, поэтому идея создания альтернативных искусственных деревьев не теряет своей актуальности. Впечатляет, конечно же, творческий подход конкурсантов и их желание предложить самый креативный способ украшения своих домов. Дети представили свои работы с целью того, чтобы сохранить зеленую ель и приумножить те богатства, которые мы имеем, уникальную, удивительную природу Республики Беларусь, сохранить для последующих поколений. Но для того, чтобы новогодние праздники не остались без новогодней красавицы, дети изготовили своими руками свои елочки, которые представлены на данной выставке. На данной выставке представлено более 120 работ, приняло участие 21 учреждение образования города Бреста. Более 120 арт-деревьев вошли в красочную экспозицию, оценить которую на праздник в Кровеческий музей пришел главный новогодний сказочник Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Авторы старались обратить взор главного члена жюри именно на свою работу, но внимания и заботы у самого доброго героя рождественских и новогодних историй хватило для каждого малыша. Популярность акции очевидна. Это подтверждает и ее актуальность. Одна из функций музея как культурно-просветительного учреждения – это воспитание. И в частности экологическое воспитание, чем, собственно, занимается наш сектор природы и экологии. И данная выставка, эта выставка-конкурс, которая действительно у нас длится уже не один год, она призвана не только напомнить нам о этом хорошем празднике, но и нести вот эту воспитательную составляющую в плане экологического воспитания. В частности, эта выставка, она проходит под девизом «Спаси живую ель». И дети своими поделками, своими искусственными елками, я думаю, очень способствуют этому воспитанию. И одновременно прививаются интересы и к посещению музейных объектов нашего города. Конечно же, на новогоднем празднике не обошлось без большой творческой программы. Дедушка Мороз и Снегурочка смогли подарить нотки радости и смеха каждому гостю праздника. Вне зависимости от возраста. Ведь в такие праздничные дни каждый из нас становится немного ребенком, верит в чудеса и сказку, а еще в то, что будущий год обязательно будет более ярким, интересным и успешным.